Так, алло, алло, там обрелся конец игры, у меня опять комп крашнулся, у меня, в общем, там секседрон добился, додрался там. Так, сейчас... Во-первых, говорят, что создали книг спор. А, ну пока сделаешь, у меня пока выпускается какая-то. Это или из-за группы. А, я лидер, до сих пор. Понятно. Так, сейчас я сделаю. Во-вторых, у Саша 1001. Угу. У Саша 1001 с чуваком, который 2-ое место на 4-ой структуре дизайн. Ну, это какой-то... Не настоящий, короче. Да, очевидно. Ну, конечно. Ты не видел его приставочку команды? Так, KingsHoff, да? А, все, у меня отобрали, теперь у секседрона. Так. Первая карта у нас была Корпполис. Так. Так, KingsHoff. Ой, что-то там этот... Вышел из сети Модеус. Что-то. Что-то интересно. Ну, у меня просто в друзьях. Мы же с Москвы. Я решил всех там с Москвы добавить. В друзья. Он что-то ливает. Что, уже отыгрался что ли? Что-то я не понял. Там же интересно. Так. Готово, готово. Поехали. А, нет, еще с Экседрона. Дрон написал? Нет, нет, нет. Вот я как раз понял, что он не написал. Так, все, поехали. Так, сейчас открою. Я GoodGames. Телефон. О, может быть, этот ReStream чатик есть на телефон. Прикольно. Блин, ну я сразу заранее знаю, и опять говорю, что... Лучше такой стрим, чем никакого. К сожалению, что-то у меня компьютер тупит. Я переустановлен в Арсене Винду или завтра. Потому что что-то не то, короче. Люцифер, походу, в Южную стримил. Жестко. Вот он, вот он, что вышел. Я как раз вот это и хотел посмотреть. Вот это жаль. Ну, кстати, у Люцифера под вопросом будет его участие, если там очки как-то будет. Большим вопросом не будет. Да. То есть человек два раза... Сегодня Рин взял квот или не прошел далеко? Так, карта у нас загрузилась. Фиолетовый зерк Секси Дрон снизу справа респавнится. На пяти часах его оппонент синий Терен Офф Про Мастер Вася сверху слева, соответственно. Предыдущая игра у нас сколько суммарно? Минут на 15, да? Ну да, где-то так. Вот сейчас, наверное, будет опять тоже какая-нибудь супер длинная игра, мне кажется. Потому что вот Мастер Вася, когда играл с Кьюжем и отлетел от Чиза, и вообще видимо, что он тоже расстроился по отсутствию ГГ. Выиграл, где-то давай день. А, выиграл все-таки? Да, да. Что-то выходит. Так, я открою сеточку, подзерил, что там еще было? Пока тут ничего интересного нету. Так, Макзиро прошел там какого-то чувака X-Men, не знаю, кто это такой. 2.1 причем. Так, в чате говорят, что походу он скипнул квали, потому что у него по очкам типа нормально. Видимо, у него дела какие-то. Он, видимо, реально ушел. И сейчас, получается, я так понял, Шейму повезло, Шейм получит тихвин походу. Какая-то хрень. Он как-то реально не страйкер выходит, просто Михаил, а вот этому мне кажется, вот интереснее. Из-за страйкера не каракта, а обыграл уже. Что-то они быстро вообще. Он, короче, готовится к квали, выигрывает как бы 2-0 спокойно, заготовочками своей, и все. На это мы знаем, это интересная тема. Какие-то мемчики, я тут не курс немного. Так, сейчас, что тут еще есть? Перед ланом не помнишь, что ли? А, точно, да. Ну да. Так, Гениас обыграл Дидана 2-0. Хит как некого Silent Way выиграл 2-0 сейчас. Хитка и Genius. Слышишь? М? Пишешь, чтобы ты меня погромче сделал. Еще громче, окей. А, точно, у меня же OBS-осбросились настройки. Сейчас я обратно тебя выставлю. Вот так вот должно быть нормально. OBS не успел запомнить настройки, когда согнулся комп. Так, и получается, у нас люди, которые уже получили очки, по-моему, один. Ты заметил, что Blizzard захотели пропустить начальную стадию игры в StarCraft, когда переходили в лот на 12 рабов? Потому что там первые 3-4 минуты ничего не происходило. Ну да, да, да. Там было больше даже. Первые 3-4 минуты тоже ничего не происходит. Не, ну на самом деле, по сравнению с Волом это совсем жестко. Да то же самое все. Ну, то есть, в том, что ты начинаешь, груди говоря, игру с двумя базами вместо одной. Ну, раньше просто, когда было так мало рабов, там это чуть ли не 5 минут длилось. А сейчас, как бы, 3-4 типа. Ну, тут столько же. То есть, просто, реально, вот сейчас, ровно столько же времени, игроки, я считаю, стандартно, ничего на карте вообще не происходит. Ну, давай, короче, сделаем тогда петицию, попросим кого-нибудь написать мод на StarCraft, чтобы сразу играли с двух баз. У тебя, короче, две базы. Я к тому, что Бесекьюстер как-то на стриме говорил, что там был какой-то турнир по лотву над шестью рабами. И это было интересно, потому что у тебя больше времени для микро-юнита, и у тебя просто каждый юнит может себя нормально проявить. Ну, я бы, я, короче, против такой темы, потому что все-таки StarCraft это не в Warcraft. Ну, в какой-то степени, да. Так, Reaper тут живой или умер? Нет, а вот сдох. Опять будет третий командный центр. Я смотрю, в этой игре Сексидрон побольше собак строит, чем в прошлой. У него, видишь, смотри, вот это, кстати, тема с этой третьей локации, и это чисто тема, которую Сексидрон пропагандирует. И нюк, они, короче, считают, что термин разводят жестко. Сейчас пишут, что Сексидрон выиграл Вася в первой игре. Да, да, да. Да, там было мощное такое, без сильных подпуш. Один был подпуш от Мастер Вася, которым он, в принципе, в ноль разменялся. Ну, так, чуть-чуть себе в минус. А потом все, люди, оба человека сели и начали копиться до 200-200 с зональными сражениями жесткими, с разводами дабл-нидусами и там всяким прочим, и в итоге зерка оказался сильнее. Так, тут Елеоны пытаются заехать на Натурал, вот тут могут встретить. Нахватное место для Кратибата Дерго. Ну, пока не подходит. Уклина проходит крипт восстанавливать. Да, ну и погонять так немножко. А можно трансфют в крипту муркинуть? Хороший вопрос. Наверное, можно. Так, кто у нас тут силовик? Терекрафтер, давайте объясняйте нам. Блин, тут так, это, Елеоны зависли. Тромненько. Вообще ничего не меняют в этой игре. Дрон? Четвертый, нет уже. Ой, тут какие-то дроны не туда поехали. Терекрафтер, база, давай, Валюшин. Так, заезд сейчас будет на третью, Келеонами. А тут есть собаки. На третью окружают и нет. Вот, например, то же самое вот про малое количество рабов, про контроль. Помнишь, вот в ходсе в Боле терны даже морочились там об себя. Келеонами, она сейчас все ленится, и никому не надо. Потому что есть задачи поважнее, я так понимаю. Ну, тут, по-моему, повторение прям игры предыдущей, по-моему. Тоже вот, я помню, два барака на постановке, третий добавлял мастер Вася. Тоже вот каталки ранние, тоже 1-1. Короче, все, оба игрока считают, что их стиль победный, и все нового выдувать не хотят. Так, тут все контролится. Блин, ну, секси-трон настолько мощный контроль карту, это жесть просто. Вот у него слева собачки стоят на проходах, на всяких распутях. Мне кажется, он сильно не дохалявливает вначале. Он очень плохо дронов строит. Он надо быстрее стоит собой. Но это понимаю, он сейчас опять 65 построит, и все, как бы. Ну, просто там были моменты, когда, например, дрон зачем-то заказывал 10 собак. Типа там, когда у тебя опять королев против 6 гелионов. Я вот этого не понимаю. Надо, короче, ему сказать, что он дронов больше заказывал. То есть, вот реально, он за это вообще по лимиту сильно проседает, например. А когда озерки по лимиту стоят зерном, это такое. У него дронов мало. Будем считать, что это психологическое давление. Терн потом смотрит на репку. Ой, у меня же было больше не видно, когда я проиграл. И все. Так, что тут? Блин, у Криптумор уже на середине карты. Криды сильно быстрее у Терн делают, кстати говоря. Че здесь? Ну, как в прошлой игре. В прошлой игре тоже там было все. Пошел дабл дроп. Хайф, быстрая, сексидурная. Ну, вообще, просто зеркальная игра, как в прошлой. Ну, только мастер вайсы получше, че с Криптумор. Он, видишь, летает дабл дропом. В прошлой игре у него вот эти гелионы просто висели где-то и как бы кайфовали. Так, а тут табл дроп летит на четвертую, он спалится на оверлорде, но среагирует ли сексидурная. А, у него там уже выделены, выделен бюджет, так сказать, на обитие. И вот, вася, сейчас пойдет с 2-2, в отличие от прошлой игре, который он не дожидал. Вот это будет жестко. Да, там хайф на половине, у мастер вайсы 190, лимит уже почти. Проблема мастер вайсы в том, что они для защитки нормальных лиц умера. Чтобы ему дойти до 3-й базы с дроном с 2-20, ему нужно просто в Крипу просили по низу карты. По низу карты он будет идти миллионами. А, зергу до 2-2, блин, у меня что-то не показывает, как там надо. Через шифт нажимаю, не показывает, сколько там осталось. А, вон, все секунд, ты в секундах можешь сказать, сколько 2-2 у зергы делается еще будет. Ну, короче, где-то половина. Так, дабл дроп забрал тут сексидрон. Пошел, Вася, вперед. Ну и что, через нету нападет? Нет, через центр просто. Дрон, дрон, надо, скажу, вайтер, по-моему, быстрее. Ой-ой-ой, тут кусок гидролистов умирает бесплатно. Суще, бегите, бегите. Ой-ой-ой, тут сексидрон, походу, как-то с двух сторон, прям очень жестко. Ой-ой-ой, бейлинги. Ай-яй-яй. Походу, размин, сексидроном хочет сделать такой некий. Почтай, можно так. Очень хорошая гидролиста, как это играет. Очень хорошая. Ой, подловил тут на раскладке, но очень много лимитов у мастер Вася, надо терпеть. Так, слэшный, чтобы он нас не сдал, потому что укриньки пойдем потом. Так, ну тут на третьей убиты практически все рабы у терна. У терна ломится своим лимитом вперед, это минус локация, минус вторая локация. Ну, 22, 10 секунд от 22, он не дожидается праздничный федрон, но взрывы неплохие получаются, ё-моё. Снимают что-то. Но, как-то, пехоты все равно остается слишком много. Да, очень много лимитов у терна. Терна как без экономики, у дронов 7 скрабов, но нет армии. Надо сквиноветраться. Надо подкатить к нему, не надо лепить к этой армии, не надо еще что-то подать. Что, башка, мы что-то, и так далее. Можно дать 4-ую базу, как-то, вполне это. Так, кто пошел замес? Танцы раскладывают твои, ё-ёй, шейлинги, заскатывают сюда, как-то до пехоты. Второй прибежал и отбивает. Я вообще не ожидал, кстати, что он все-таки отобьется. Тут как-то терн немножко размашется, так играл. Ой, тут смотри, у него выжила локация внизу, у зерга. У зерга туда, ну, терна куча орбиталов. Что, идет по ходу контратака, но и не знаю, что тут получится. Мне кажется, зеркаль считает, что он очень плохо отбился. Вот на натурал, да, правильное решение, покинул натурал. Керна плюс 3, почти доделалось на атаку. Зерга не доказана. Пошли вайпер, не, походу зеркаль шилд, дальше макриться. Давай, перейдите дронов, я поддерживаю это решение. Очень хорошо, что дрон не пошел сейчас в атаку, у него сейчас все хорошо. А то это была бы самоубийственная атака. Небольшое оставание по грейдам, но терна почти кончились минерал натурали, кончились каменни. И как бы он сейчас полутробас сейчас. Так что давай, как бы, сам выходи. Так, пошел опять зачистка крипа. Ой, прям очень много крипа защищается. Так, давайте посмотрим, как инкам просаживался на это все время. Вот, то есть, с момента, как вышел с базы своей терна, в это все время было очень фиговое. С инкам у него. Ой, Юль, на крипт далеко заходит. Ой, давай, дронов. Пусть крипа защищает, все драмы ждал. Вот тут как бы... Все, напугал терна. И вот выходит... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это гигантская проблема терна. Но у него нет унитарки на этой базе. Это может ему играть стоит. Так, это-то что? А, типа то, что он сюда цеха и обычный прилетел. Да, да, унитарку. Кажется, можно попробовать наладиться на эту. Еще контратак и линга-бейлинга, снизу там танк. Где встречать, где салон в лоб. Но он все равно взорвет, по-моему. Вайперы подходят. Может, и все вырывают эти топлаи. Там тверки. Танк, спой, топлай, да? Попытались. Попытались. Папи, вырывают топлака на дуламу. Ой-ой-ой, там все танки выключены. Ё-моё-то. Попытались. 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 Но Марика считает, что это высокое количество, но танцы в страну поумирали. Расслир хороший. Ну, держи, если. Да. Он забирал танки, ты забирал куски пехоты, и девачек без энергии, и может попробовать добить для сикания. Да, надо поразать собачек. Не пусть к перескать доски, будься к унитарку. Просто к унитарке тебе привал просто, и не было что-то, где-то, где-то, где-то. Ну, хотя бы он на нее мог тоже тучку поставить. Ну, ты понимаешь, что как бы тучка надействует недолго, а унитарка еще и урона. Да, да, да. Ну, нет, я согласен. Ну, там. Так. Ну, победа в кармане у дрона. В принципе, да. Надо ему заказать только... А, 3-3 уже по тому подходе, кстати говоря. 10 секунд до атаки, и там секунд 20 до защиты. У него заворачивается уже Гретор Шпайер. Что еще заинтересно есть? Нет. Дополнительно каких-то идеях нету. Вот эти дроны он не так считает, разберется. Я думаю, он прав. Тут он не торопится, что решает поспешивать играть. Тут дверь восстановили на натурал. Не получится сбежать. Не получится сбежать. Да, да, да. По-другому нескоро время. А что, я перестал без меня пока поспешить. Так. Дрон заканимает еще локацию в самом низу. Пошли тут зачистки крипов по центру от Терана. Я вот не знаю, почему у Терана скорости камешки не сломал. Они же, по идее, ему мешают. Ой, очень много шрипа почистил. Да, не хватает апгрейдов на гидролисков. Кстати, может быть в той атаке как раз это и зароляло так нормально. То, что гидролиски не расстреливали грамотно танки. Там дамаг очень слабенький проходил. Но Терана планирует это исправлять. У него в виде в заказе плюс один на дальние атаки есть. Так, и мастер Васи начал подстраивать Либераторов как в прошлой игре. То есть начинает постепенно переходить в более глубокое макро. Ну, не знаю. В прошлой игре у него ситуация была намного лучше. Больше было ресурсов. Больше материальные баты для подготовки было. Так, опять тут зачистка. Идет очень много мариков. Ой, минус 1, минус 2. Нет, минус 2. Минус 1, и все. Терана не дает забрать. Конечно. Терана не очень выгодный был зачистка для Терана. Так, заказан уже апгрейд на атаку для летающих юнитов. И заказан второй шпиль для супер быстрого производства этих апгрейдов. И уже постепенно летят эти скаты. Зерговский вперед. А в этот раз гастов нету еще у Терана. Вытаскиваются два видывака. Так, Либератор перетягивается. Без скрипа дерется вверх. Кидает в главенклауд. Блок берутся в марики. И GG 2-1 становится счетом. Ой, 2-0. Становится счет. Победа с их стороной. Он проходит следующий тур. Следующий тур его оппонент. Заронники. А, это ты в чате там сидишь. Так. Так. Рин в игре. Пошел в игре. Секседрон не в игре. Так, я тут. Да, привет. Так, дрон развалил, я вижу. Так. А теперь мы остались без игры, потому что... Так, мне тут скинули новую какую-то заставку. Надо попробовать ее засунуть. Так. Надеюсь, у меня ничего там не лопнет. Ну, мы можем пока Стрэнджи пристримить. Нифига себе тут. Как ты такой план? Чё, чё? Ну, мы пока можем Стрэнджи пристримить, пока там играют. А у меня, наверное, банит. Нет? Не знаю. В общем, пока я радио побуду. Стрэнджи играет доктор-роботик довольно-таки. Разводит адептами. И Саша пропускает на мейн-адептах. А, там Пашок играет. Да. С ним уже. Кривой фортсилд. Блин. Ну, всё очень плохо. Ещё два адепта в арках. Ой, жёстко. Так, ну, я сейчас думаю, мы Карину лорвём. Сексидрон тут пишет, как репортить. Это как мем с этими. А как какать? Чисто мем. Короче, к Карину идём, да? Да, да, да. Ну, вон, пока выигрешь. Пока что. Ой, кошмар какой, страшно. Давай, кризис. Понятно. Я, наверное, уйду от тебя, потому что у меня дела образовались меньше. Ммм. Прыгай тогда к Карину. Я буду смотреть. Давай, удачи. Давай, давай. Спасибо за компанию. Так. Всё. Это был Enigma. Обладатель прямого инвайта уже 24. Давай, пока. Вот. Дальше я буду один. Так. Я, наверное, музыку не буду врубать. Я, как видите, немножко подключил, сделал вывод чатика из нашего дискорда, чтобы не было так скучно, когда вы тут сидите и ничего не пишете. Так. Так. Ливанули мы. Так. 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 Ливанули мы патием. Сейчас жду я пока там. Рин. Она играется. Сейчас посмотрим в сеточку. Так. Стрэндж Слэшер сыграет. Бронлимит от Максиро. Так. Скаут 7x Сурпрайз играют и потом попадают на Римов Протус. Шэйм 2.0 Люцифер. Это мы уже озвучивали. Люцифер взял тех Луз. То есть у него получается. 1, 2, 3, 4. Он урод 16. У него плюс 1 очко. Там у него 9 шлячков стало. Пока интрушку запустим. Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok